Лев Багст Величайший театральный художник, прекрасный рисовальщик, тонкий живописец, непревзойденный мастер линии. Эта линия, изогнутая, напряженная, эмоциональная и вместе с тем удивительно гармоничная, стала своеобразной визитной карточкой не только творчества художника, но и в целом стиля модерн, который просто нельзя себе представить без Багста. Лейб Хаим Израилевич Розенберг Так значится его имя в официальных бумагах. Родился 9 мая 1866 года в губернском городе Гродно. Отец Самуил Розенберг, пользовавшийся авторитетом знаток Талмуда, очень культурный человек, оказал на семью большое влияние. Он был возвышенной души человек, редкий, и дети его обожали. Не обладая большими средствами, он женился на единственной дочери гродненского коммерсанта Багстера, поставщика сукна для русской армии. По коммерческим и иным соображениям, дед Багста переехал в Петербург и перевез туда семью единственной дочери. У Багста была старшая сестра, которая трагически погибла, обварившись кипятком из самовара, и две младшие сестры и брат, которые уже родились в Петербурге. Фамилия Льва Багст – производная от девичьей фамилии его матери Багстер. В семье ее звали Баба Гита. Она была выдана замуж в 15 лет. Он учился в Петербургской академии художеств, пробыл там с 83 по 87 год. Там, в годы учебы в академии, он знакомится с Валентином Серовым, который учился в это время. Семья Розенбергов долгое время жила дружно. Дети получили хорошее образование. Но вскоре родители развелись. И старшему из детей, Льву, пришлось думать не столько об учебе, сколько о заработке и поиске заказов. Финансовое положение было настолько сложным, что художник вынужден был рисовать вывески, расписывать чуть ли не для спичечных кроков этикетки, делать вот такие вот работы. Если бы я сказал сестрам или брату истинное мое положение, они расплакались бы. И не только из любви ко мне, но и из ужаленной гордости. Ибо всю их жизнь я для них был блеском, гордостью и поддержкой, пока они не стали на ноги. В это время он очень много работает в журналах и даже в газетах. Он делает такую художественную хронику. Но, в общем, это было только начало. В начале 1890-х годов Лев Багст выставил свои работы вместе с членами общества аквалеристов. К тому времени он четыре года жил в Париже, занимаясь в Академии Жулиана, где известный французский художник-ориенталист Жан-Леон Жером заинтересовал его искусством Востока. Значительное влияние на творчество Багста оказали и уроки финского пейзажиста Альберта Адельфальта. Багст становится одним из самых популярных иллюстраторов и портретистов Петербурга. Этому способствовали хорошая академическая подготовка, увлеченность в юности, творчество Мерембрандта и Веласкеса, дружба с одним из выдающихся русских художников-реалистов Валентином Серовым. Он написал портреты художника Филиппа Малявина, поэтов Василия Розанова, Андрея Белого, Зинаиды Гиппиус, а в 1902 году получает от царя Николая II заказ на картину «Встреча русских моряков в Париже». С конца 90-х годов и примерно до 11-го года он работает как живописец. В это время создает самые лучшие свои произведения, причем он очень разнообразен был в живописи, поскольку он пишет портреты, он создает замечательные пейзажи. Его произведения в станковой живописи написаны в основном на русские сюжеты. Это портреты Исаака Левитана, Ивана Бунина, Сергея Дягилева, артистов балета Вацлава Нижинского и Иды Рубинштейн. Картины «На склоне лет. Ужин». Обобщенное изображение дамы рубежа веков. Портрет, который имел скандальный успех на выставке «Мира искусства», потому что многим это не нравилось. Вообще изображение этой дамы, ее сравнили то с «Лаской», то с «Горностаем». Некоторые очень солстолюбиво описывали это произведение, другие наоборот ругали, что это докаденствующая дама. На самом деле, в общем, этот тонкий портрет, очень выразительно нарисовано лицо, потому что в этом произведении совмещается график рисунок и живопись. Бакст учил рисованию детей великого князя Владимира Александровича, а в 1906-1909 годах преподавал в частной школе Елизаветы Званцевой, где одним из его учеников был Марк Шагал. Однако петербургский период для Бакста был примечателен непреподавательской работой. С середины 90-х годов он сблизился с кругом писателей и художников во главе с Сергеем Дягилевым и Александром Бенуа. Художник оказался в центре артистической среды, которая создавала в искусстве новую эстетику. Благодаря графическим работам в альманахе «Мир искусства», а также в журналах «Золотое руно», «Аполлон», в которых ощущалось влияние модного стиля модерн, Бакст стал популярным в артистической среде. Под влиянием Александра Бенуа и его круга художника все больше привлекают восточные мотивы – искусство Древней Греции и Египта на фоне модных в то время символизма и арт-нуво. Работа над огромным панно «Древний ужас» шла мучительно и долго – более трех лет. К 1905 году относится предварительный рисунок, а первое упоминание о самой картине датируется 1906 годом. В 1907 году совместно с Валентином Серовым Бакст совершил путешествие по Греции, где он создал серию пейзажей и по возвращении закончил древний ужас. Готовая работа произвела колоссальное впечатление на выставке в Париже в 1909 году, а в следующем году на международной выставке в Брюсселе работа удостоилась золотой медали. К концу первого десятилетия XX века основным направлением его творчества становится сценография. В начале это были эскизы к постановкам в петербургских театрах «Эрмитаж» и «Александринский», а затем в «Мариинском». В 1902 году Александринский театр обратился к античной классике и был поставлен по «Эврипиду» спектакль, который оформлял Бакст. Это был его дебют на Александринской сцене. Для декорации одной из первых своих театральных работ балета «Фея кукол», поставленного в Эрмитажном театре, Бакст использовал портрет Любови Павловны Гриценко, своей будущей жены, дочери Павла Третьякова, вырезав его с холста и пришив на декорацию среди изображений типичных для того времени кукол и игрушек. Содержание балета очень незатейливое. Куклы ночью оживают, среди кукол есть фея главная, и там вот всякие такие отношения, которые часто бывают среди людей. Но эти отношения перенесены на кукол, и сочетание в куклах пластики кукол и таких нешуточных человеческих страстей делают этот балет таким очень, ну и достаточно интересным. И это вообще характерный такой дуализм для вот этого соединения кукольного и человеческого. Это темы, которые очень были распространены среди мир искусников. Бакст подавал прошение на высочайшее имя, чтобы ему присвоили фамилию Бакст, но, в общем-то, на самом деле официально она так присвоена и не была. И вот как раз, чтобы венчаться на православной дочери Третьякова, но к тому времени уже вдове, Баксту пришлось изменить вере предков. Креститься в лютеранство он решил в Варшаве, но для этого нужно было иметь, выправить все бумаги, и нужно было свидетельство о рождении, поэтому Бакст поехал в Гродно, где выправлял метрическое свидетельство, и после этого уже поехал в Варшаву, где был совершен обряд крещения и лютеранства, и только после этого он мог венчаться на любовь Пауни Гриценко, урожденной Третьяковой. В 1906 году Бакст едет в Париж для оформления русского раздела «Осеннего салона», а в 1908 снова направляется во Францию по приглашению Сергея Дягилева в качестве декоратора легендарных русских сезонов Парижа, которые еще до сих пор помнят во всей Европе. Когда возникла идея пропагандировать русское искусство за рубежом, и возникли вот эти первые гастрольные поездки, которые у нас принято называть антрепрезией Дягилева или русскими сезонами, то, естественно, Бакст был одним из первых, кого Дягилев пригласил в качестве сценографа, в качестве декоратора этих постановок. С 1909 года Бакст работает с Дягилевым и с ним в его антрепрезе, потом в его театре оформил около 12 балетов. Успех созданных Бакстом эскизов, костюмов и декораций для балетов Клеопатра, Шехерезада, Карнавал, Жар птица, Нарцисс, Дафнис и Хлоя был необычайным. Отзвуки были настолько сильны, что немецкий скульптор Павл Шерих сделал на Майсинской фабрике целую серию работ, посвященных персонажам балета Карнавал. И у нас есть часть этих работ из этой серии, которые показывают персонажей в костюмах Бакста. После постановки в 1909 году в Париже балета Клеопатра, а в 1910 балета Шехерезада, русский балет стал очень популярен, и сам Бакст стал очень популярен. За ним буквально гонялись в Париже. Публику, привыкшую к бледно-розовой элегантности классических балетных постановок, шокировала и одновременно восхитила, казалось бы, несочетаемая комбинация лилового, желтого, красного, зеленого и оранжевого цветов. В русских сезонах Бакст раскрылся как великолепный декоратор, савтор балетмейстеров-реформаторов Михаила Фокина и Вацлава Нижинского, вместе с ними сказавший новое слово на балетной сцене. «Нарцисс», пожалуй, был более статичен. Он напоминал немножко какие-то фрески, он был немножко таким плоскостным. Очень большую роль здесь играли позы танцовщиков и танцовщиц, которые как калейдоскопия, они как-то немножко так перетекали из одной в другой, но все-таки это было нечто плоскостное, нечто такое вот очень декоративное. По мнению критиков, живые краски русских балетов заставили посмотреть на мир сквозь призму ярких восприятий, полюбить цвета в их первоначальном виде. Работы Бакста удачно сочетали в себе русский и французский модерн, персидские миниатюры и элементы фавизма. Античная тема проходит через всю жизнь, через все творчество Бакста. Он к ней будет обращаться, когда будет работать в Дягилевской антрепризе, будет поставлен балет Дафмеса Клоя, он будет совершить путешествие в Грецию в 1907 году вместе с Серовым. И, в общем, это как бы его очень любимая тема. Бакст писал из Парижа жене в 1910 году. «Вот я и у цели. Признание. Невероятное, непостижимое. В центре мира, Париже. Целый день все мне оставляют карточки, приглашают на обеды, завтраки и так далее. И мне очень грустно и тяжко, и одиноко. Я хочу бежать отсюда, чтобы никто не знал, не видел меня. И моя единственная радость — письма из Гапсаля. И грустно, грустно, если бы Андрюша знал, что во мне происходит. И если ему когда-нибудь попадется это письмо, он поймет, что испытывал его отец в такое, казалось бы, блестящее время». К сожалению, семейная жизнь Бакста не сложилась. По большей части он вынужден был жить один, глубоко страдая от этого. Жизнь его семейная не была безоблачной. С женой у них были сложные отношения. Оба были люди достаточно со сложным характером и нервные. Вот поэтому они то сходились, то расходились. И, в общем-то, официально в конце концов развелись. У художника на всю жизнь сохранились хорошие отношения с женой, сыном и падчерицей, которых ему так не хватало. «Нет для меня большего счастья, как быть окруженным детьми с тобой в семье». Это счастье уже не улыбнулось Баксту. И все же радость от общения с семьей, от успехов подрастающего сына согревала художника, отражаясь даже на творчестве. «После революции Бакст, который уже стал всемирно известным, жил в Париже, он смог вывезти семью за границу. И в конце 1922 года Любовь Павловна с сыном Андреем, подростком, а выехала и жила во Франции, в Италии потом». Хотя в 1910 году художник обосновался в Париже, его постоянно приглашали для оформления спектаклей в Лондон, Нью-Йорк, Брюсселе, Рим. Живя за границей, Бакст не порывал связи с русским искусством. Парижский период оказал большое влияние на художника, а творческую среду Парижа в 1910-1920 годах трудно представить без Бакста. В результате даже возникло новое течение в МОЗе. Дамы высшего света облачались в восточной одежде и возлежали на атаманках в задрапированных под гаремы будуарах. Дом моделей сестер Кайо стал рекламировать дамские шаровары в стиле одеяний наложниц цвета шафрана, одного из излюбленных у Бакста. Для ателье Пакена он создал в 1910 году целую коллекцию вечерней и дневной одежды, которая успешно продавалась в период с 2011 по 2013 годы. Популярность Бакста на Западе была настолько велика, что появилась мода на его костюмы. Бакст добился права сохранять эскизы в своей собственности. Раньше они становились собственностью дирекции театров. Эскизы костюмов и декораций стали благодаря славе Бакста предметом коллекционирования. Он первым из театральных художников удостоился выставок в Музеях изобразительного искусства, Обществах поощрения художеств и художественных галереях. Лондон сыграл особую роль в карьере Бакста. Здесь, начиная с 1912 года, регулярно проходили выставки Бакста в обществе изящных искусств. Бакст получил заказ от Ротшильдов на написание настенных панно в 1913 году для особняка в Лондоне. В 2014 году газеты просто пестрели заметками, что Бакст предсказывает моду будущего, что-то еще. То есть он был очень востребован. Милая Люба, спасибо за твои хлопоты по выставке. Я очень тронут. Редко когда я так поглощен работой, как теперь. Даже в Берлине не мог найти двух дней съездить посмотреть свою выставку. Дом Пакен подписал со мной условия, по которому в течение трех лет две трети моделей ее дома исключительно по моим рисункам и под моим наблюдением. Я их свел с ума. Суди, не только сама мадам Пакен, но и все премьеры-мастерицы одеваются под меня, носят белые чулки, рисунки в клеточку и так далее. Очень большие деньги он получал за рисунки модных костюмов для Эдру Бетштейн, для маркиза Казатья. То есть это было равноценным до половины оформления спектакля. Потом началась Первая мировая война, и Багст очень серьезно заболел какое-то время. Даже врачи не разрешали ему рисовать. Вот, в общем-то, спасла его семья сестры. Сестра приехала из Петербурга за ним ухаживать, что было очень сложно во время войны. Он постепенно стал втягиваться в работу. Ему сначала было очень трудно и тяжело. Переехав в Женеву, Багст застал там Дягилева и снова решил взяться за кисти. Дягилев нередко обещает что-то и заказывает какие-то работы. Потом мог отдать этот заказ другому художнику, и человек работал, и получалось это впустую. С Багстом так было в случае оперы Мавра, когда он судился с Дягилевым и отсудил себе большие деньги за то, что как бы изначально Дягилев заказал ему, а потом выполнял эти декорации не он. Вскоре Багст уехал в Париж и с головой ушел в новые заказы. Благодаря чутью истинного ценителя искусства летом 1917 года он пригласил Амадео Модильяни в свои шикарные апартаменты, чтобы сделать заказ на портрет. Дни его были расписаны, буквально у нас есть записные книжки, прямо с утра по часам с десяти до десяти вечера он был чем-то занят, то там концерт, то прием, то портрет. То есть человек очень много работал и, в общем-то, надорвался. В 1918 году из России пришло известие о смерти сестры Розалии от голода. Потрясение вызвало новый нервный срыв. Болезнь возвращалась. Багст стал звать Софию к себе. Весной 1920 года семья Кличко поселилась вместе с Багстом, найдя его в ужасном состоянии. По совету врача художник начал ездить на прогулки в Булонский лес с племянницами, затем перебрался на дачу и к осени был уже настолько здоров, что смог провести зиму в Канне. Популярность дягилевских сезонов пошла на спад. К тому же между импресарио и художником случился разрыв. Дягилев, пообещав Багсту отдать ему оформление балета «Волшебная лавка», вдруг позвал в проект другого декоратора. В итоге, когда Багсту, кормильцу семьи из 14 человек, сделали предложение приехать в Америку, проводить выставки, читать лекции, писать портреты Бомонда, он согласился. В январе 1923 года в Нью-Йоркском отеле «Плаза» Багст с оглушительным успехом прочел свою первую лекцию о моде. С начала 1910-х годов и до смерти Багст задавал тон в балете, высокой моде, книжной графике и даже в дизайне интерьеров. Мастеру выпало редкое прижизненное признание. Ни один из русских художников, его современников, не пользовался такой славой и успехом у зарубежного зрителя. Париж, Лондон, Нью-Йорк. Весь мир был покорен роскошью и утонченной пластикой багстовских костюмов. Влияние льва Багста перешагнуло границы театрального искусства. Оно ощутимо и в моделях одежды, и в оформлении интерьеров, и в целом в становлении художественного стиля начала 20-го века. Все его и эскизы костюмов, и эскизы декораций, они, в общем-то, до сих пор не потеряли свою значимость. Причем не просто как артефакты того времени, а это стоящие произведения искусства. На них до сих пор художники театральные учатся. В последний год жизни художнику опять потребовался уход. Вновь сестра и племянница превратились в заботливых сиделок. У него случился нервный удар на репетиции балета «Штар» в Париже с Игорь Рубинштейн. Его отвезли в больницу. Он, в общем, стал уже поправляться, но начал гулять, а это была уже там осень, зиме. И хоть в Париже не так холодно, как у нас, но он схватил воспаление легких и умер от отека легких в декабре 1924 года. Льва Багста всегда тревожила будущее искусства. На заре 20 века он утверждал «Два течения господствуют в настоящую минуту в искусстве. Одно раболепно, ретроспективное, другое враждебное ему, футуристическое, горизонты которого далеко впереди в оценке потомства. Первое течение тянет нас назад, к предкам. Второе рушит все старое и готовит почву для будущего искусства, которое будет оценено нашими правнуками. Когда же мы отучимся от этой гибельной манеры пренебрегать, презирать, а главное – не замечать минуту настоящую, сегодняшнюю, которая и есть реальная жизнь? Редактор субтитров А.Семкин